Я с нетерпением ждал Шреддеров. У нас больше не так много игр для экстремальных видов спорта, но Республика Стива и Райдера показывает, что они все еще хороши и востребованы. Шрёдер смотрел на один стрит так, как будто скейт был для игр на скейтборде, но это не потому, что скейт был хорош. Значит, ты был частью дуэта ютуберов, что делает персонажей уже худшими людьми в мире, пытающимися раскрутить свой канал. В ходе кампании ты встречаешься с другими персонажами, получаешь спонсорскую поддержку и занимаешься все более опасными вещами. Озвучка в диалоге просто съежилась до такой степени, что я пропускал все ролики, потому что это было так неловко. В кампании ты выполняешь различные задания, такие как трюки и гонки, точно так же, как ты делал в других играх, но не так хорошо из-за дерьмового управления, и это может быть завершено за пару часов. Элементы управления измельчителями действительно имеют смысл, и к ним нужно привыкнуть, но они до смешного не реагируют. Ты должен использовать правую палку, чтобы подготовить вращение, а затем щелкнуть ею в другую сторону, чтобы вращаться в воздухе. Круто, но это так темпераментно. Иногда ты делаешь очень быстрое вращение, в других случаях ты делаешь его со скоростью чьей-то бабушки, в других случаях это просто ничего не даст. То же самое относится и к любым сальто. Здесь просто нет последовательности. Физика тоже присоединяется, чтобы сделать это ужасным. Иногда ты случайно замедляешься в воздухе во время сальто или вращения, и снова ускоряешься. Основные элементы управления ездой на Земле работают очень хорошо, и это приятно. И когда трюки действительно срабатывают, возникает отличное ощущение движения, и ты испытываешь удовлетворение, когда приземляешься на них, просто чтобы позориться. В 90% случаев это не так. Это просто все вокруг громоздка. Чтобы сделать определенные захваты, ты должен направить правую палку в определенных направлениях и нажать одну из кнопок на плече. Но это та же самая палка, которая предназначена для управления твоим вращением. И снова они просто не схватят, хотя я нажимал на кнопки и кричал в телевизор. Шлифовка может казаться плавнои, но выполнение таких вещей, как прыжок и вращение с рельса шлифовки, не работает, потому что вы используете правильную палку, чтобы расположить доску на рельсе, чтобы вы не могли закончить вращение. Управление твоей посадкой — это, пожалуй, единственная часть, которая работает хорошо. Ты нажимаешь на левый спусковой крючок в нужной точке, чтобы остановить вращение или перевернуться, и в идеале приземлиться прямо. Открытый мир в игре очень огромен, но пуст. Ты можешь видеть других игроков в мире, но там нет НПК, так что ты можешь чувствовать себя довольно одиноко. Это выглядит достаточно красиво, и в игре есть тонны косметики, которую можно разблокировать, чтобы настроить своего персонажа, и никаких микротранзакций. У тебя есть снегоход, на который можно сесть, чтобы быстро объехать весь мир. Окурок. Но кнопка вызова снегохода у меня не сработала, поэтому я должен использовать ее только в обучающей миссии. Представление — это собака. Там много разрывов экрана, и он все время пыхтит, что действительно может испортить ваше время на трюках. Звук тоже дерьмовый, звук доски на снегу звучит до смешного жата. Анимация на доске и в трюках, тем не менее, выглядит действительно хорошо. Как я уже говорил, ты по-настоящему чувствуешь движение, и это действительно помогает тебе проводить время на земле, когда оно работает. Шрёдеры кажутся мне игрой, которую слишком рано выставили за дверь. Здесь есть сцентный потенциал, но производительность и контроль просто не на должном уровне. Это по игровому пропуску, но так круто, и гораздо лучше, если у тебя нет игрового пропуска. Это 25 фунтов, а Стив дешевле. И Республика Райдера была выставлена на продажу по этой цене. Так что, если ты не забил оба для этих игр, в чём смысл? А на ПК есть бесплатные игры Snow, которые, возможно, лучше, чем это. Я действительно хотел, чтобы это было хорошо, но это слишком сложно рекомендовать кому-либо в его нынешнем состоянии. Сам Фил Спенсер сказал, что он с нетерпением ждал этого. И это большое давление, чтобы оказать на инди-разработчика в этом. И Фил Спенсер, пока ты играешь в видеоигры, ты генеральный директор Xbox. Продолжай свою работу. Субтитры сделал DimaTorzok